В чем особенность Ачехского национального ножа Оренчинг? Сегодня Индонезия – это одна из крупнейших стран по численности населения и одной из наиболее многонациональных государств в мире. Именно в этой стране на северо-западе острова Суматра находится провинция Ачех, где, по распространенному мнению, в XVI веке при Алаудине Риядшах Аль Кахаре появилось уникальное оружие Оренчинг. Этот нож является культурным и религиозным символом и воплощает басмалу. Так в исламе обозначают фразу, с которой начинается каждая сура Корана, кроме девятой. Для жителя Ачех, Ренчинг, заткнутый за пояс, – это стандартный атрибут традиционного наряда и обязательная деталь свадебного облачения жениха. Клинок Ренчинга изогнутый, клювообразный, с выраженным острием. Заточен, как правило, с одной стороны по внутреннему изгибу. Однако главная особенность оружия – изогнутая рукоять. Здесь она загибается не вниз, как у большинства кинжалов Океании, а вверх. Выглядит такая конструкция экзотично и изящно. Прямой черен и отогнутое навершие значительно расширяет арсенал приемов и хватов, которые может использовать боец, вооруженный Ренчингом, в том числе применять и непривычные для европейца тычковые удары. Древние образцы оружия ковали из помора с узором постоянные изменения. Однако сейчас используют различный металлон. Материалом для изготовления ножен служили рога, дерево и слоновая кость. Ренчинги являются достаточно грозным и опасным оружием. Во время Чехских войн 1873-1904 годов множество голландских солдат были убиты именно Ренчингами. Свидетельством этому являются многочисленные записи. Позже голландские колониальные власти издали закон, запрещавший коренному населению ношение любых видов оружия. Чтобы обойти запрет, а Чехи изменили форму рукояти так, чтобы оружие можно было спрятать в складках саронга или за поясом. Новый тип рукояти назывался пудой. Она стала прямой и значительно короче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова